МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев. Сегодня в программе. Причины роста преступности в Азове обсудили депутаты Городской думы. Почему в городе нет парковки для большегрузного транспорта? Участники фестиваля исторических клубов сегодня испекли хлеб по старинному казачьему рецепту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня прошло очередное заседание Азовской городской думы. Главный вопрос – рост преступности в нашем городе. Азовский межрайонный прокурор Андрей Шамра назвал причины этой глобальной проблемы. Сегодня состоялось 16-е заседание Азовской городской думы. Один из основных вопросов – доклад, представленный Азовским межрайонным прокурором Андреем Шамрой о соблюдении законов в различных сферах городской деятельности. За прошедшее полугодие в Азове и районе зарегистрировано 1279 преступлений, что на 32,4% больше, чем за аналогичный период 2014 года. По основным составам преступлений статистика выглядит следующим образом. Отмечается рост убийств на 100%, 10 было 5. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Снижение на 47,1%, 9 АППГ-17. Изнасилование рост на 100%, несмотря на то, что цифры 2 и 1 в прошлом году. Разбойных нападений – 10 АППГ-7. Рост на 42,9%. Грабежи – 46, АППГ – 54, снижение на 14,8%. Кроме этого, значительно выросло количество краж и мошенничеств. Проанализировав состояние преступности, прокурор подтвердил общее осложнение оперативной обстановки. Также надзорным органам выявлено 50 нарушений в бюджетной сфере, 30 нарушений законодательства о налогах и сборах, 141 нарушение учета государственной и муниципальной собственности. Например, установлено, что администрацией АЗОВа ненадлежащим образом ведется реестр муниципального имущества. В текущем году выявлялись нарушения при организации учета и ведения реестров муниципального имущества, разделы которого не содержат сведений о муниципальном недвижимом имуществе. Нет адресов, объектов, кадастровых номеров, площадей, протяженности и иных параметров, характеризующих физические свойства недвижимого имущества. Даты возникновения прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество, сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества. В связи с этим в адрес главы администрации вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновник привлечен к дисциплинарной ответственности. Начальник управления образования Михаил Макеев сообщил об итогах проведения ЕГЭ, на котором не обошлось без нарушений. В пункте проведения экзамена номер 506, во время проведения экзамена по русскому языку, участника ЕГЭ, это выпускница 9-й школы, организаторами его аудитории выявлено наличие мобильного телефона. Результаты экзамена по русскому языку, это участник по решению государственной экзаменационной комиссии аннулирован. В пункте проведения экзамена номер 506, с 4 июня 2015 года участники ЕГЭ в аудитории номер 4 и 7 продолжали писать работу после течения времени окончания экзамена. Дальше, при проведении экзамена участники ЕГЭ выходили из аудитории в туалет и перемещались по пункту проведения без сопровождения одного из организаторов. Кроме этого, вне аудитории были обнаружены справочники и шпаргалки, а при проведении экзамена по иностранному языку организаторы своевременно не обнаружили ни комплектность индивидуальных пакетов. Сотрудникам, допустившим нарушения, объявлены дисциплинарные взыскания. Татьяна Ивашенко, Игорь Скуднов, Людмила Улихина, Азов.Инфо. На минувшей неделе в эфир нашей программы вышел репортаж о скоплении большегрузного транспорта в городе в летний период, несмотря на то, что два года назад представители власти планировали создать парковку для крупногабаритного транспорта. В адрес заместителя главы администрации был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Сегодня пришел ответ. На прошлой неделе в эфире нашего телеканала вышел сюжет, в котором затронута проблема, существующая не один год. Увеличение потока грузового автотранспорта на территории города Азова создает аварийную и антисанитарную ситуацию на дорогах. Бывший мэр Сергей Бездольный два года назад заявил о намерении построить специализированную стоянку для водителей большегрузного транспорта. Однако намерения остались намерениями. Мы направили запрос в администрацию города, когда будут приняты меры по решению данной проблемы, и получили ответ, в котором сообщается следующее. В настоящее время проработан вопрос выделения земельного участка под размещение стояночно-логистического терминала грузового автотранспорта, оборудованный объектами инфраструктуры. В соответствии с предполагаемым и предварительно проработанным договором с Южным управлением Государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Выезды в город будут оснащены оборудованием весового контроля. Данный проект позволит решить проблемы парковки грузового автотранспорта и исключить ситуации, связанные с затруднением движения автотранспорта в городе. Планируемая дата реализации проекта – 2016-2017 годы. Ивана Голубева, Александр Истомин, Азов.Инфо Сегодня начался заезд участников фестиваля исторических клубов. Гости развили свои лагеря на городском пляже, продемонстрировали нашим корреспондентам элементы быта донских казаков и раскрыли старинный рецепт выпечки хлеба. Всего за несколько часов на городском пляже был организован лагерь участников фестиваля исторических клубов, в котором по кубок встретились казаки и турки. Гости прибыли из разных уголков России – Перми, Москвы, Саранска, Коломны, Анапы, Ростова, Батайска и Сальских степей. Борисоглебск, Тацинская, Шахты, Матвеев-Курган, Ростов, Пятигорск, Ставрополь, два Оксайских местных клуба. Ну и еще народ подъезжает. Дуреконструкция с одного сидения еще три дня, а участники уже вернулись в прошлое. Лагерь на городском пляже напоминает военное поселение 17 века. Донской берег заполнен предметами быта того времени. Вокруг сундуки заполнены посудой и одеждой роскошные турецкие ковры, драгоценные меха, на которых этой ночью будут спать воины. Это и глиняные кувшины для воды, для напитков. Напитки варились из меда с фруктами, пились они в чашках из глины и из дерева. В те времена уже точили из дерева такие чудные вещи из глины и из дерева. И пить из них одно удовольствие. Я сейчас вас угощала водой. Возможно, вы почувствовали, какая вкусная эта вода. Участники фестиваля разожгли костры для полевой кухни. Пища простая и одновременно очень вкусная. Уха, печеный картофель, сало. Так как мы находимся в лагере, в походе, поэтому казаки все готовили в лагере. Не было печек специальных. Это костер, это медная посуда, на которой все готовилось в основном. Или латунная тоже была посуда. Поэтому мы решили тоже попробовать, вот как в самом деле, на самом деле казаки все это делали. Посуда в историческом лагере заслуживает особого внимания. Предметы быта из дерева, керамики, латуни и меди, которые напоминают о прошлом времени. Не забыли гости и об организации досуга. В лагере звучат казачьи песни. Отвлекаясь от приготовления пищи, женщины занимаются рукоделием. В 17 веке казачки могли не только создать уют в своей семье, но и прекрасно владели оружием и были готовы, не задумываясь встать на защиту близких. Когда казаки были в походе, на станицу напали татарские, татары по количестве 300 человек. И вот женщины вместе с детьми и стариками, они отстояли в течение трех дней эту станицу. 31 июля участники лагеря начнут репетиции сражений. На крепостных валах пройдут соревнования по стрельбе из лука, метанию копья. Реконструкция состоится 1 августа, 18.00. Валентина Андреева, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Художественный коллектив казаки Азова принял участие в международном фестивале «Варшавский венок», который проходил с 10 по 20 июля в Сербии. На сербской земле встретились коллективы из разных концов планеты. Россия была представлена единственным коллективом из Азова. Участие в международном фестивале «Варшавский венок» – первое выступление артистов на столь престижном уровне. Наш коллектив казаки Азова пригласили на фестиваль в республику Сербия, город Фршавц. Фестиваль назывался «Варшавский венок». На этом фестивале принимало участие большое количество коллективов из разных стран. И Бразилия, Европа, американцы были из Чикаго. Но Россию представляли только мы. Мы достойно выступили. Сербам очень понравилось. Они оценили, как мы пели их чуть ли не национальный гимн, их народную песню «Дама Далека». Мы привезли сувениры и массу наилучших впечатлений, море позитивных впечатлений. Надеюсь, с ними наша встреча не последняя. Надеюсь, они нас будут еще приглашать. Специально для хозяев фестиваля казаки Азова подготовили композицию на сербском языке, исполнение которой растрогало зрителей. Без отца жбине на кырху живых я, Алисам поносно к лицо живела Сербия. Алисам поносно к лицо живела Сербия. Понравился очень теплый прием сербских граждан. Понравилась любовь, искренняя любовь к России и к нашему творчеству. Меня очень впечатлило, как сербский народ относится к нам, к России. Они были очень благодарны, что мы к ним приехали. И это очень тревожит даже, можно сказать так. Мне очень понравилась архитектура, очень понравилась атмосфера в городе и во всей стране. Очень понравился прием, как к людям относились. И новое знакомство, много новых знакомств, это классно. Там как дома. Куда приехала, а там все как дома. Еда, гостеприимство, взаимопонимание полнейшее. Не зная языка, мы общались абсолютно, как будто сто лет друг друга знали. И осталось очень много друзей в переписке, в контактах, в фейсбуках, с которыми мы общаемся до сих пор. Валентина Андреева, Людмила Улихина, Азов.Инфо. У городского дворца культуры состоялась репетиция концертной программы, посвященной 85-й годовщине воздушно-десантных войск России. Юные десантники четко выполняли отработанные до совершенства упражнения. Праздник обещает быть интересным. Торжественные мероприятия начнутся в воскресенье у мемориала памятникам воинам, погибшим в локальных конфликтах. После митинга все желающие смогут посмотреть показательные выступления юных десантников и послушать патриотические песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля. Приглашаем всех жителей, всех возрастов принять участие в нашем праздничном мероприятии. Мероприятие начнется в 10 часов памятники возле вечного огня, памятники полганцам чеченцам, погибшим, выполнив их задачи и потом плавно переместиться через себя. И в заключении программы рубрика «25 лет медиахолдингу «Пульс». Сегодня мы продолжаем рассказывать об инженерной службе нашей компании. История становления кабельного телевидения, переезд 49-го телеканала из Азова в Ростов – это и многие другие события вошли не только в историю медиахолдинга «Пульс», но и в историю телевидения Дона. Этот репортаж о людях, благодаря которым самые смелые проекты «Пульса» были притворены в жизнь. Мой приход на «Пульс» совершался несколько раз. И вот с 95-го года «Пульс» – это основное место работы. Уже учась на старших курсах института, мой самодельный радиоприемник был всегда настроен на радиопульс. Я с удовольствием его слушал и в то же время замечал отдельные недочеты технической стороны. Тогда я совершенно не мог ни подумать, ни представить, что мне предстоит сюда попасть и оказаться по ту сторону радиоприемника и работать здесь с этим оборудованием и устранять те самые недочеты, которые я когда-то слышал. В любой момент могу дернуть день, ночь, выходной, отпуск – неважно. Мне нужно было спасать эфир. Пришел на «Пульс» в августе 1993 года, сразу после армии. Нигде до этого не работал. Пригласили сюда и пришел. Я стал старшим мастером, потом заместитель технического директора. В 1998 год мы на сети кабельное телевидение провели замену оборудования. До этого у нас было замену оборудование не очень молодое. Мы постоянно там с паяльниками, с отвертками, постоянно что-то ремонтировали, что-то настраивали. В 1998 году мы купили немецкое оборудование, которое, конечно, очень облегчило нам жизнь. Мы даем в кабельной сети почти 100 каналов в цифровом виде и 60 каналов в аналоговом виде. Самым крупным проектом, безусловно, стала организация вещания 49-го телевизионного канала в Ростове. Стала необходимость перевозки, перемещения телевизионной станции из Азова в Ростов. То есть всего передающего оборудования и части студийного оборудования. Причем в максимально сжатые сроки. Мало того, в процессе переезда предполагалась еще реконструкция антенн. То есть в Ростове она должна была иметь другую конфигурацию, другие характеристики. Так вот, благодаря слаженным действиям коллектива в тот момент удалось решить эту задачу просто в фантастические сроки. В течение одного дня все оборудование было демонтировано в Азове, перевезено в Ростов и смонтировано в Ростове. И в эфир 49-й канал вышел в Ростове в этот же день вечером. Люди работали с таким энтузиазмом, который я больше, пожалуй, не видел нигде. И стимулом здесь были даже не деньги, а что-то другое. То есть это возможности самореализации, это ощущение собственной важности в общем деле. В 2010 году мы решили, это уже пришли молодые директора, Денис Бондарец, Каминец, Роман. Наше молодое руководство решило заняться интернетом и, слава богу, у нас все получается. Люди подключаются, люди довольны. У нас прекрасно каждый день. Поэтому 20 лет назад было одно, 10 лет было другое, 5 лет было третье. Вчера было совсем одно, сегодня совсем другое. Это новая технология, цифровое телевидение. Я тут дневал и ночевал, пока все это дело осваивали. Тут пинали мне каждый первый встречный знакомый. Что там у вас, что там плохо показывают, постоянно пропадают. И все мы вот это осваивали, как говорится, с колес. Просто сравнивая с дальнейшим опытом работы в других организациях, я понял, что это большая редкость и это уникальные условия. То есть когда ставится задача, ставится цель, возлагается ответственность и, в общем, этого достаточно. Может, когда освобожусь от всех этих дел, может, тогда буду сидеть, ностальгировать, пока никогда. Желаю всегда иметь в своем коллективе таких людей, таких же целеустремленных, таких же увлеченных. Просто это основа. Пульс жив по сей день благодаря своим сотрудникам. Не будет таких сотрудников, не будет пульса. Все получилось хорошо, все выжили. МЧС России по Ростовской области информирует жителей Азова и Азовского района. 31 июля с 13 до 18 часов дня, а также 1 августа во второй половине дня, ожидается сильная жара от 40 до 42 градусов. Прогнозируется увеличение количества ДТП, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, тепловые удары, а также перегрев трансформаторных станций с последующим выходом из строя. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. Гомофон в норме. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова